Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые зрители. Меня хорошо слышно? Прекрасно и слышно, и видно. Филипп Евгеньевич. Я врач-радиотерапевт 8-го отделения, занимаюсь стереотоксической лучевой терапией, в том числе стереотоксической лучевой терапией метастазов в кости. Вкратце, вместо введения, можно сказать, что костная система, к сожалению, являются очень частым местом метастатического поражения при злокачественных новообразованиях. По нозологиям, то есть источником этих метастазов, чаще всего по статистике, являются, конечно, пациенты с раком предстательной железы, молочной железы и лёгкого. С самого момента появления в медицине лучевой терапии, практически с момента открытия рентгеновских лучей, начались попытки облегчить состояние пациентов с первичными опухолями костной системы, такими как саркома, с метастазами, с использованием этого метода. То есть сам по себе метод лучевой терапии злокачественных новообразований и метастазов костей, он далеко не новый, и столько же практически лет, как самой лучевой терапии. Конечно, разные источники метастазов имеют свои определённые характеристики распространения. Допустим, для рака молочной железы метастатического поражения при раке молочной железы, к сожалению, часто и проблемным. Характерно положение костей осевого скелета. В первую очередь, позвоночника, тазовых костей, рёбер черепа. Длинные трубчатые кости, бедро, голень, плечевые кости поражаются всё-таки несколько реже. Тем не менее, вторичное поражение костей скелета чаще встречается у пациентов старше 40 лет. Не всегда сопровождается болевыми ощущениями, что представляет сложность в практике онкологов. И не всегда объём поражения метастатического костей соответствует клинической картине. Чаще всего по статистике встречается остеолитический компонент. И примерно в четверти, по разным данным, в четверти процентов случаев не удаётся выяснить первоначальный источник метастатического поражения той или иной кости. Здесь указано, что чаще всего первичная локализация данного процесса – это лёгкая простата и на третьем месте молочная железа. Это также может быть и при раке печени, и при раке желудочно-кишечного тракта. В первую очередь толстый кишечник и прямая кишка. Где появляются чаще всего метастазы? Примерно в половине случаев это всё-таки позвоночник. То есть это либо тело позвонка, либо его дуги, либо отростки. На втором месте по частоте поражения – это тазовые кости, как достаточно массивные кости человеческого организма, несущие на себе высокую нагрузку. Бедренная кость, рёбра. И в 20% появляется уже множественное поражение, когда поражены более чем несколько участков костной системы. Остеолитический характер. То есть когда для поражения характерно, скажем так, разъедание костной ткани, увеличена остеолитическая активность, остеокластов, поражённая кость напоминает губку, плотность её снижена. Наблюдается 80% случаев. Остеобластический, когда наоборот её плотность повышается из-за онкологического процесса, из-за метастаза в 10%. Ну вот при раке молочной железы также бывает смешанный характер, когда в метастазе наблюдаются и те, и другие изменения, как остеолитические, так и остеобластические. Почему же так часто в практике онкологов, к сожалению, встречается поражение костей? Ну, во-первых, костей в человеческом организме много. Они очень хорошо кровоснабжаются. В некоторых костях у взрослых расположен красный костный мозг, который отвечает за возобновление, реновацию красных кровяных клеток и является важной частью иммунной системы. Это также причина частого поражения богатое микроокружение. Кости состоят не только из костной ткани. Там очень богатый клеточный фон и соединительная ткань, и клетки, ответственные за ремоделяцию, то есть восстановление костной ткани. Кости расположены вдоль всего нашего тела, то есть начиная от костей черепа и вплоть до пяточной кости. И также кости в организме человека, важно понимать, что это не что-то статическое, которое не меняется после достижения человеком взрослого возраста, когда они перестают расти. Кости постоянно в течение нашей жизни ремоделируются, перестраиваются в зависимости от образа жизни, от состояния организма, от течения болезни. Они постоянно проходят ремоделирование. Ну и как при других метастазах, поражение костей может быть прямым, контактным, допустим, при саркоме, когда она вырастает в кости и разрушает её, гематогенным, то есть кровью околевые клетки попадают в кости, и лимфогенным. Также достаточно важной причиной, почему именно позвоночник, а чаще всего тела позвонков поражаются метастическим процессом, является анатомическая особенность наличия венозных сплетений Батсона. Это бесклапанные вены, которые являются частью спинно-мозговой венозной системы. По сути, шунт снаружи, внутрь, к спинно-мозговому каналу. И считается, что особенности их расположения, отсутствие клапана в этих венах, обеспечивают лёгкий путь для распространения именно гематогенных метастазов. И важной причиной, почему именно тела позвонков являются источником локализации этого поражения. Здесь мы видим, что вот это тело позвонков, а здесь венозные сплетения как бы входят в тело позвонков. Соответственно, очень часто мы видим опухолевое поражение именно в этой зоне. Нужно сказать, что, к сожалению, не всегда можно на ранней стадии появления метастаза в кости его отследить. И зачастую пациенты обращаются к лечащему врачу только уже с какими-то явными симптомами, с болевым симптомом. Как правило, вообще следует пациентам иметь в виду, что при появлении какой бы то ни было новой непривычной боли в спине, в ребрах, в грудине, усиления имеющейся боли, всё это является у онкологических больных, у которых есть высокий риск, из группы риска по метастатическому поражению обратиться к лечащему онкологу, возможно, выполнить внеплановое обследование. Это важно, потому что нам принципиально важно отследить именно момент появления метастаза в позвоночнике, допустим, до того, как он развился, до такого момента, когда он уже может угрожать механическими осложнениями. Когда развивается уже механическое повреждение, сдавление, допустим, возьмём самую критическую ситуацию, когда опухоль позвонка начинает сдавливать спиной мозг. Это уже механическая проблема, она может проявляться определёнными неврологическими нарушениями, слабостью в конечностях, трудностью, затруднениями при ходьбе, нарушением функций тазовых органов. В такой ситуации первым делом, конечно, будет не радиотерапевтическое вмешательство даже, а хирургическое. Механическая боль от радиотерапевтического вмешательства, когда имеет место именно сдавление нервных структур, помогает малым, потому что как бы мы ни облучили механическую компрессию, мы снять не в состоянии. Это могут сделать только хирурги. И, к сожалению, если уже произошло сдавление крупных нервных структур, допустим, спинного мозга, мы эту компрессию убрали, хирурги, мы провели облучение, к сожалению, полное восстановление утерянных функций после этого лечения маловероятно. Ну вот здесь картина МРТ, поражение именно спинномозгового канала. КТ очень хороший метод диагностики поражения спинного мозга и костей метастазов, но именно МРТ позволяет нам определить объем и наличие прорастания опухоли спинномозгового канала. Данный факт имеет очень важное значение в планировании, собственно, дальнейшей тактики лучевой терапии. Пару слов про лекарственную терапию, которая, конечно же, идет параллельно с нашим радиотерапевтическим методом лечения. Мы, как радиотерапевты, практически никогда не рекомендуем, не отменяем специфическую терапию, назначенную химиотерапевтами либо терапию, связанную с сопутствующей патологией. Противопоказаний к параллельному приему лекарственных препаратов и лучевой терапии, в том числе стереотоксической, практически нет. Применение бифосфанатов, золендроновой кислоты, квадроновой и другой возможно параллельно с лучевой терапией. Системное лечение, химия, гормональная, таргетная терапия также, возможно, и более того уменьшают интенсивность болевого синдрома. Конечно же, мы в своей практике даже при слабом болевом синдроме, который существенно не влияет на качество жизни пациента, всегда проводим на отделении консультацию с нашими специалистами по противоболевой терапии. И тем более у тех пациентов, у которых выраженный болевой синдром, мы всегда облучение проводим на фоне необходимой и достаточной противоболевой терапии, даже в том числе с назначением опиоидных анальгетиков. Собственно, касательно радиотерапии. Ну, радиотерапию при поражении костей можно разделить на три большие группы. Это классическая дистанционная лучевая терапия, которая, собственно, имеет наибольшее распространение и наибольшую историю в медицине. Стереотоксическая лучевая терапия. Я не могу сказать, что метод является прям новым, но в широкое клиническое распространение он начал входить в двухтысячных. Ну и радионуклидная лучевая терапия. Это в основном три радиофармпрепарата, которые вводятся внутривенно и накапливаются в местах метастатического поражения. Стронций, самарий, радий. Как правило, их используют при множественном метастатическом поражении, допустим, при распространённом раке предстательной железы. По данным литературы, надо сказать, что дистанционная нестереотоксическая лучевая терапия, когда проводится либо единственный сеанс в дозе 8 Грей, либо большое количество сеансов, когда облучается целиком какой-то более-менее большой объём кости, и позволяет добиться частичного эффекта у 60-80% больных с болевым синдромом. Полный противоболевой эффект, то есть когда боль полностью исчезает, при таком методе облучения примерно в 15-40%. Зависит от разных обстоятельств, от биологии опухоли, от клинической ситуации, от месторасположения. Единого мнения о выборе тактики и схемы фракционирования, то есть количество сеансов классической лучевой терапии и дозы на текущий момент нет. Чаще всего применяется либо разовая доза 8 или 6 Грей. Как правило, в нашем учреждении мы используем данные дозы только если нет возможности провести стереотоксическую лучевую терапию, то есть это пациент в плохом состоянии с крайне выраженным болевым синдромом и большим объёмом поражения. Такая доза позволяет практически сразу снизить интенсивность болевого синдрома. Касательно стереотоксической лучевой терапии, что это такое? Новый перспективный метод. Стереотоксис характеризуется подведением относительно большой дозы ионизирующего излучения с большой точностью на современном оборудовании и малым количеством сеансов. Фракции, как правило, это не больше пяти фракций. В нашей клинической практике могу сказать, что чаще всего, когда мы сталкиваемся с метастатическим поражением позвоночника, это либо три, либо четыре сеанса облучения. Оборудование, которое мы имеем в своём распоряжении, позволяет существенно, практически до какой-то статистической погрешности снизить вероятность осложнений со стороны здоровых органов за счёт сложной системы планирования. Когда к нам приходят пациенты с метастатическим поражением позвоночника на приём, первое, что врач-радиотерапевт должен оценить, нет ли угрозы механической нестабильности в позвонке. Поскольку, если этот риск имеется, первым этапом, конечно, должно быть не лучевое лечение, а в той или иной мере хирургическая фиксация. Имеются разработанные международным сообществом различные методы оценки. Наиболее часто в нашей клинической практике мы используем шкалу СИНС, где в зависимости от расположения участка поражения позвоночника, типа метастаза и других показателей, каждому пациенту присваивается определённое количество баллов. И в зависимости от этого количества баллов принимается решение, имеется ли вообще риск механической нестабильности. Что такое механическая нестабильность? Это, по сути, угроза патологического перелома, которая при высокой шкале по этой таблице может у него произойти даже при малейшем физическом воздействии, поднятии нетяжёлого груза, резком движении. Любой патологический перелом в позвонках теоретически может привести к жизнеугрожающему осложнению компрессии спинного мозга. Конечно же, здесь необходимо на первом этапе выполнение хирургической фиксации в том или ином объёме. Если же по шкале СИНС пациент непосредственно нет угрозы механической нестабильности, мы определяемся с объёмом облучения. Как я уже говорил, чаще всего пациенты с поражением позвоночника имеют метастазы в телах позвонка. По международным рекомендациям мы определяем объём облучения. Мы облучаем не только сам очаг, мы облучаем непосредственно зону, в которой находится очаг, а также сопутствующие зоны. Здесь вы можете видеть, что весь позвонок делится на анатомические зоны. И в зависимости от расположения очага, мы также должны, чтобы добиться хорошего локального эффекта, облучить несколько соседних. Я также должен сказать, что стереотоксическая лучевая терапия применяется в нашей практике не только в случае наличия болевого синдрома. Также показанием для её проведения является олигометастатическое поражение костной системы даже в случае отсутствия болевого синдрома и в случае отсутствия даже вообще каких бы то ни было симптомов. Олигометастатическое, но точное определение ещё дискутабельно, но, как правило, это меньше пяти метастатических очагов. Это, может быть, либо вновь появившиеся очаги, либо очаги, которые не отреагировали на какое-то системное лечение, допустим, какие-то уменьшились, а какие-то остались прежними размерами или увеличились. В такой ситуации мы также берёмся, идём на облучение этих очагов, и в таких ситуациях мы стараемся подвести туда как можно большую дозу, как можно более радикальную, потому что наша задача добиться локального эффекта, то есть контроля за ростом данного метастатического процесса. По данным, имеющимся в нашем распоряжении международной литературы и исследований, эффективность стереотоксической лучевой терапии в плане локального контроля приближается к 90%, а эффективность противоболевого эффекта при стереотоксической лучевой терапии порядка 95-97%. Также я ещё должен сказать, что в случае олигометастатического процесса мы в некоторых случаях можем преследовать цель запустить иммунную реакцию. Это так называемый в онкологии абскопальный эффект, в случае, когда большая доза подводится на метастатический очаг, описанные ситуации, они бывают, к сожалению, достаточно редко, но они встречаются, и сейчас это является областью активного изучения в онкологии. Облучение отдельного метастатического очага запускает иммунный процесс, и иммунные клетки организма начинают активно атаковать другие очаги метастатического процесса, даже те, которые не подвергались лечению. Здесь показан радиотерапевтический план облучения позвонка с мягкотканным компонентом, то есть здесь опухоль вышла за пределы, собственно, позвонка распространяется в мягкие ткани. В случае, если опухоль прорастает в спинномозговой канал, это не является для нас абсолютным противопоказанием к проведению облучения. Мы можем проводить стереотоксическую лучевую терапию даже в случае неполной компрессии, но какое-то незначительное сдавление спинномозгового канала. Конечно же, мы никогда не превышаем дозу, которую в норме выдерживает спинной мозг. Что вообще из себя представляет стереотоксическая лучевая терапия? Поскольку метастаз в косте – это всегда большой стресс для пациента и его родных, близких. Как правило, это снижение качества жизни из-за болевого синдрома, либо нарушение подвижности. Хотелось бы в общих чертах рассказать, с чем сталкиваются пациенты, которые поступают в наш центр для проведения стереотоксической лучевой терапии как с противоболевой, так и с радикальной целью. Мы всегда выполняем так называемую компьютерную топометрию. По сути, это КТ-исследование в определенном положении. Нам важно отсканировать пациента в таком же положении, в котором он будет проходить лечение на лучевой установке. В нашем распоряжении есть целый ряд фиксирующих приспособлений для пациентов. В случае, если у пациента имеется поражение шейного отдела позвоночника либо костей черепа, в том числе основания черепа, мы используем индивидуальные термопластические маски, которые застывают и полностью повторяют форму его верхней части туловища и лица. Это позволяет исключить даже миллиметровые сдвиги пациента, которые он может непроизвольно допустить, если бы он находился на лечении без данных масок. Эта процедура неинвазивная. Если же метастатическим процессом поражен, допустим, грудной, поясничный, крестцовый отдел позвоночника либо другие кости нижних конечностей и так далее, ребра, как правило, достаточно либо использования вакуумного матраса, либо простых индивидуальных подголовников. Мы всегда стараемся сделать эту процедуру как можно более комфортной для пациента. Занимает разметка где-то минут 15. В случае необходимости, конечно, все процедуры и манипуляции выполняются под предкрытием обезболивающих препаратов. Так выглядит один из наших линейных ускорителей, на которых мы проводим стереотоксическую лучевую терапию. У нас их несколько. В интернете вы можете прочитать информацию о разных существующих линейных ускорителях и других вариантах их осуществления, допустим, кибернож. Но, в принципе, по данным уже имеющихся исследований, ни кибернож, ни протонная терапия не доказали своего преимущества именно в плане стереотоксической лучевой терапии олигометастатического поражения. Как и любое лечение, стереотоксис сопряжен с наличием определенных побочных эффектов. Несмотря на то, что лечение абсолютно неинвазивное, побочные эффекты у нас бывают. Условно их можно разделить на две большие группы. Первая – это побочные эффекты, связанные с облучением здоровых органов и тканей. Полностью, конечно, исключить в какой-то мере облучение здоровых органов невозможно. А вторая группа – это непосредственно побочные эффекты, которые связаны с облучением костной ткани и очага поражения. Среди второй группы – это миелопатия. В нашей практике не встречалась, по той причине, что мы всегда крайне строго подходим к дозиметрическому планированию и ограничиваем дозу на спинной мозг и спинномозговой канал. Это позволяет снизить вероятность развития этого неприятного, опасного побочного эффекта практически до нуля. Побочный эффект усиления боли, а также он известен как феномен вспышки боли, встречается примерно в 20-20% случаев, когда после первых сеансов облучения или через несколько дней после единственного, если облучение было за одну фракцию, то боль у пациента усиливается. Связано это с реакцией картикальной пластинки кости на облучение. В литературе описаны случаи, когда данный феномен приводил к значительному усилению болевых ощущений, но всегда, как правило, он временный и заканчивается через неделю-две. В случае, если имеется массивный мягкотканный компонент, помимо костного поражения, имеет смысл радиотерапевту рассмотреть возможность назначения дексаметазона коротким курсом, потому что он доказанно снижает вероятность развития данного феномена. Ну и наиболее опасным осложнением является развитие патологического перелома. Пациенты должны понимать, что облучение костной ткани, поражённое метастатическим процессом, не увеличивает её прочность, а наоборот, снижает. Поэтому всем своим пациентам я рекомендую непосредственно после облучения, конечно же, соблюдать осторожность, не допускать физической нагрузки и значительной физической активности. Но в целом угроза патологического перелома напрямую связана с расположением очага, степенью поражения. Хочу отметить, что лечение радиотерапевтического метастаза в кости, в том числе и стереотоксического, невозможно без активного сотрудничества междисциплинарного. В своей практике мы сотрудничаем, конечно же, с химиотерапевтами, с нашими хирургами, с хирургами, ортопедами и травматологами в нашем городе. Это в первую очередь не травматология, а ортопедия имени Вредена. Мы также проводим стереотоксическое облучение вторым этапом после хирургического лечения. В некоторых случаях после удаления опухоли, позвоночника, либо другой локализации хирургам не всегда удается добиться радикальности, либо имеются основания полагать, что остались какие-то клетки в зоне операции. В таком ситуации мы проводим курс послеоперационного облучения. Курс послеоперационного облучения существенно увеличивает вероятность достижения локального контроля и снижает риск локального рецидива, а также практически в 97% улучшает картину болевого синдрома в случае, если после операции он не ушел. Конечно же, облучение после металлофиксации, когда, допустим, удаляется пораженный онкологическим заболеванием позвонок и хирургами устанавливается металлическая система, существенно усложняет нашу работу как радиотерапевтов, потому что возникают значительные артефакты на КТ и МРТ. Тем не менее, практически всегда нам удается составить план облучения, который позволит добиться более-менее радикальной дозы в такой ситуации. В некоторых ситуациях, когда ко мне приходят на прием пациенты, я вижу, что у них с одной стороны выраженный болевой синдром, а во-вторых, все-таки существует серьезная угроза нестабильности позвоночника. Я отправляю первым этапом их к хирургам, которые выполняют вертебропластику, либо металлическую фиксацию, либо пластику при помощи костного цемента. Установка костного цемента, заливка, если так можно выразиться, костного цемента, с одной стороны, достаточно быстро позволяет снизить интенсивность болевого синдрома, а во-вторых, все-таки, конечно, снижает вероятность нежелательных явлений со стороны позвоночника. После этого такие пациенты попадают к нам, и мы облучаем непосредственно зону цементирования и остаточную опухолевую ткань, если она имеется. В целом наш метод достаточно хорошо переносится пациентами. Мы имеем на текущий момент достаточно большой опыт облучения костных метастазов и с противоболевой целью, и с радикальной. Лечение в нашем центре осуществляется бесплатно, либо по КОТе ВМП, либо в условиях ОМС. Я веду прием в поликлинике. В принципе, могут пациенты записываться к любому радиотерапевту с данной проблемой. Спасибо за внимание. Жду ваших вопросов.